От обмундирования до систем навигации и все с приставкой «Нано». На корабельной набережной Владивосток организовали выставку. В качестве экспонатов новейшая военная техника. Все разработки последних лет. К примеру, военная форма «Ратник». Еще ее называют «Солдат будущего». Весит 16 килограммов. В комплект входит все, что нужно в бою. Шлемки лавровые для защиты головы от попадания сколков в пуль. Тактические очки также защищают от осколков попадания в глаза. Далее бронжилет. Также включили в комплект фонарь, нож, мель. То есть нож универсальный. Модернизировали и электронику. Это комплекс разведки управления связью «Стрелец». Заменяет полноценный пользовательский компьютер с доступом в интернет. Микрофон и телефонную гарнитуру. Пульт оперативного управления. Многофункциональный пульт. Два порта для вывода внешних устройств. Аппаратурный контейнер, который, собственно, и является его, грубо говоря, мозгом. Самоходные установки, оборудование для погружения. На корабельной набережной собрали все военные новинки армии и флота. Почти все экспонаты уже на службе. По словам командования, сегодня в техническом и технологическом оснащении России равных нет. Выставки День инноваций Минобороны проходят по всей стране. Владивосток в этом году присоединился впервые. Более 60 образцов военной техники, 17 летательных аппаратов, 10 кораблей. Продемонстрировали технику и в деле. Разыграли бой. И морской спецназ Тихоокеанского флота освободил захваченное террористами судно. Все впечатлившиеся мощью техники приморцы могли тут же вступить в ряды военнослужащих. На причале разместили пункт приема на службу по контракту. Дарья Орлова, Олег Буймиструк, Панорама.